Кейт Миддлтон всегда была чрезвычайно заботливой матери, никогда не пренебрегавшись своими родительскими обязанностями. Даже теперь, когда она узнала, что у нее нашли онкологическое заболевание, принцесса прежде всего беспокоила то, как воспримут новость о болезни ее детей. Как оказалось, все трое и 10-летний Джордж, и 8-летняя Шарлотта, и 5-летний Луи стойко отреагировали на печальные известия, и теперь они вместе со своим отцом Уильямом стали главной опорой для Кейт, которая постоянно чувствует их поддержку. Дети стараются вести себя как можно лучше и прикладывают все силы, чтобы хоть как-то подбодрить Кейт. Об этом поведала Элиза Андерсон, служившая раньше. Пресс-секретариум покойной королевы Елизаветы, а ныне поддерживающая дружбу, с Кейт и Уильямом. Когда 22 марта Миддлтон поразила весь мир сообщением о том, что у нее обнаружили рак, она сразу же объяснила, из-за чего медлилась тем, чтобы обнародовать эту новость. Как заявила принцесса, ей понадобилось некоторое время не только на то, чтобы самой свыкнуться с этим, потрясшим ее открытием, но главным образом на то, чтобы подготовить детей к этому извести. По словам Кейта, она делала все от нее зависящее, чтобы убедить юных принцев и принцесс, что с их мамой все будет хорошо. К тому же, она решила проявить максимум тактичности и подождать со своей новостью до тех пор, пока у детей не начнутся пасхальные каникулы, чтобы предстоявший им стресс не помешал их учебе. О том, что она серьезно больная принцесс, рассказала детям, когда наступил традиционный для Британии весенний перерыв в занятиях в Ламброд Скул в Виндзоре, где Джордж Шарлотта и Лу Ючиц с осени 2022 после переезда семьи из Лондона. Как только начались каникулы, все семейство покинуло на время свой коттедж Аделаида и перебралось в Ванмерхолл, в загородную резиденцию Кейта и Уильяма. Именно здесь все пятеро и пробудут до середины апреля, когда детям принца и принцессы настанет время вернуться в школу. Тогда, передоверив отпрысков их суперняни Мария Борал, Уильям сможет вернуться к своим обязанностям. Их он, конечно, будет выполнять не как обычно, а в урезанном объеме, ведь он не может оставить больную жену одну дома. В то же время, бессрочный отпуск для него сейчас совершенно неприемлем, ведь одновременно с Кейт Раком болеет и его отец Король Карл, так что Уильяму придется прийти ему на помощь.